В этом уроке мы снова разберём симулятор теннисного мяча, но на сей раз с математической точки зрения. К концу темы вы узнаете всё необходимое для создания своего симулятора теннисного мяча, и не только. Конкретнее мы выведем формулы для трёх вещей. Первое. Опишем движение частиц под действием законов физики. Второе. Научимся управлять соударениями частиц, как со стенками резервуара, так и друг с другом. И третье. Придумаем, как отслеживать положение частиц с течением времени. Начнём с движения частиц и разберём разные виды движения. Под движением мы понимаем изменение положения частицы со временем. Основы движения вы уже рассмотрели в уроке об анимации. Как вы помните, тогда мы анимировали мяч, указав разные положения в разные моменты времени, создав кадры, отмеченные внизу экрана. Если с каждым кадром сдвигать мяч на равные расстояния, покажется, что он катится без трения. Его скорость не меняется, она постоянно. Если построить график зависимости положения от времени, получится прямая. Здесь время отмечено на горизонтальной оси, а пройдённое мячом расстояние – на вертикальной. Угловой коэффициент прямой показывает скорость движения мяча. Чем круче прямая, тем выше скорость. Угловой коэффициент – это изменение положения, делённое на изменение времени. А что, если построить зависимость скорости от времени? Если скорость не меняется, график выглядит вот так. Горизонтальная прямая. Сложнее анимировать мяч, движущийся под действием гравитации. Для этого мы должны с каждым кадром увеличивать расстояние от предыдущего положения. Всё потому, что падая, мяч ускоряется. Построив график положения, мы получим кривую. Ведь с каждым кадром мы меняем наклон прямой. Теперь, построив график скорости, мы получим наклонную прямую. Это значит, что скорость больше не постоянно. Угловой коэффициент прямой показывает скорость изменения скорости. Также, как мы строили график скорости изменения положения, мы можем построить график скорости изменения скорости, ускорения мяча. Перед вами график зависимости ускорения от времени. Он выглядит как горизонтальная прямая, значит, ускорение не меняется. Дело в том, что ускорение свободного падения постоянно. Подведём итог. Скорость – это угловой коэффициент графика положения. Аналогично, ускорение – это угловой коэффициент графика скорости. Иными словами, скорость – это изменение положения, делённое на изменение времени. А ускорение – это изменение скорости, делённое на изменение времени. На этом прервёмся. В следующем упражнении предлагаю подумать, как со временем меняется положение, скорость и ускорение объектов.